Пару слов про наружный отит. Это очень актуально, и это бывает нередко. В ухе образуется сера, и эта сера поддерживает в ухе совершенно определенную среду. Если сера регулярно вымывается, например, водой, часто купаемся, попадает вода у тех, кто посещает бассейны. Если в ухе регулярно ковыряются, если в ухе остаются комочки ваты, то все это провоцирует возникновение так называемых наружных отитов. Есть два микроба, которые вызывают наружные отиты, оба со страшными названиями. Один называется стафилококк, второй называется семегнойная палочка. Как правило, наружные отиты лечатся местно, внутрь не глотается, но лечатся. Ничего тут страшного нет. Главное, поймите, что чем чаще вы ухаживаете за детскими ушами, тем больше риск развития наружных отитов. Как правило, если у ребенка в ухе что-то вскочило, то это не потому, что мама его не любит, а потому что мама любит его очень сильно. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok